Привет, еще раз. На самом деле, молодцы все, особенно те, кто дожили до конца. Это действительно достижение, и поверьте вы, даже если вы, те, кто не выигрывает никаких призов, для вас это, поверьте вы, позже оцените то, что для вас это был какой-то определенный левелап, и вы получили какие-то знания. Что еще? Для тех, кто пользовался или не пользовался амазоновской инфраструктурой, маленький анонс 3 октября будет ивент, который организовывает непосредственно сам Амазон, Amazon Dev Day, и основной фокус этого мероприятия, собственно, AI, Machine Learning и все, что с этим связано. То есть у Амазона, если сегодня все использовали только инстансы Амазона, которые там заточены под Deep Learning, то у Амазона есть еще много всяких сервисов, то есть все, думаю, знают Алексу, это голосовой помощник Амазона, так вот к ней есть доступ в амазоновской инфраструктуре, то есть вы можете голосовой поток запрасывать в клауд и получать обратно какую-то recognition и реакцию. То есть там есть гораздо больше плюшек, чем просто виртуальные машины, и советую посмотреть на это все. 3 октября приходите, думаю, будет интересно, это бесплатно. Что еще вам сказать? Keep moving, keep moving, не бросайте. Спасибо, что мы можем сегодня вечером прийти и позвонить искусственному интеллекту, как мы узнали. Также у нас сегодня Сергей из Vodafone. Сережа нам расскажет о своих даталархах, что, как прошло. Ты прям задизерил то, что я хотел сказать прямо сейчас в речи. Спасибо, что пригласили. Мне очень порадовало это мероприятие, порадовало в нескольких вещах, потому что, действительно, здесь сколько молодых людей увлекаются нужными вещами. К сожалению, я понимаю, что эти люди сейчас работают на заграничной компании. Мне хотелось бы, чтобы эти люди больше работали на бизнес, который работает в нашей стране и платят здесь налоги. Хотелось бы сказать пару вещей, там говорили про Амазон. Тоже частичка рекламы. Мы, я думаю, в следующем месяце будем организовывать какой-то котон. Действительно, если будем делиться большим стеком данных, которые есть у мобильного оператора, и будем знать идеи применения этих данных, которые могут быть с вашей стороны. У нас уже, возможно, замылен глаз, как мы смотрим на эти данные. Я думаю, эти люди, которые ведут здесь, которые имеют фрэмбиусы, с которыми, возможно, на следующем деле будут встречаться у себя в офисе, они придут и смогут как-то показать, как, действительно, можно круто работать с этими данными. По поводу формата мероприятия, все, в действительности, было хорошо. Я вижу, очень приятно видеть на этом мероприятии бывших коллег. Мне интересно, на этом мероприятии есть люди, которые работают у конкурентов. Это тоже приятно, что они посещают такие мероприятия. И хотелось бы объяснить, чтобы вы это не бросали, разворачивали свои власти, и действительно, смотреть не только на западный рынок, на лифтах, а возвращались в Украину и помогали нашим бизнесам. Спасибо. Водофон не беспокоится с аналогией в Украину. Я не понимаю, кто-то там у депутатов уже не летит. Ну, это же такое. Ребят, наверное, дальше у нас будет говорить Артур из Калаба. Давайте позовем все Артура. Артур! 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 Привет всем! Спасибо за то, что сегодня вы были с нами. В общем, по задаче, которую я презентовал, по задаче, над которой работало сейчас, три команды. На самом деле, сначала две команды, но потом свершилось чудо и стало три команды. Вот. Хотелось бы по каждой команде пройтись и вообще сказать, что они делали и какие у них успехи. Команда 2G, это вот эта вот третья команда, которая появилась, очень прикольно подошли к задаче, потому что действительно решили, что не нужно играться там с нейронными сетями, не нужно там какие-то суперсложные вещи выдумывать, а вот просто взяли и поравняли эти user story по схожести. Ну и оно покрыло какое-то множество, например, там, as a user I can visit profile, и показывает какой-то, ну, в принципе, релевантные штуки. Конечно, оно не решает задачу целостно, но показывает, что вот не всегда нужно начинать с чего-то суперсложного для того, чтобы частно хотя бы, вот, hack together some solution. Ну и следующая команда, она New Folder 6. Она, в принципе, не решала задачу так, как я ее поставил, но тоже подошла к этому креативно, и они делали такой автокомплит, помощник для того, чтобы создавать user story. Вот, тоже хорошее, ну, перспективное решение может быть построено на этом, но не совсем то, что ожидалось. Вот, и команда Dream Team, это те, кто действительно подошли к задаче правильно, но использовали суперсложные методы для того, чтобы ее реализовать. Ну, соответственно, у них не хватило на это датасета, и, ну, вот, как-то оно там сыро, ну, сыровато работает. Вот, но, как бы, победителем с этих трех команд я бы выбрал Dream Team. Для них у организаторов есть специальный подарок, о котором Даша объявит. А после этого я еще расскажу о том, что же дальше делать со всем этим. Артур еще не доходит, Артур Скалава, например, это стартап, наш партнер, который инвестирует в стартапы. Артур приехал к нам с LA, правильно? Все правильно. И дальше выступит Александр. Нет, я в России. А, ты сразу? Сразу? Награждай. Сразу награждай. Ну, конечно. Наконец-то. Ты наградишь или нет? Да. Рим Team. А я? Рим Team, ребята! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, вот вам диплом. А еще у нас есть для вас такой подарок. Это для всей команды билеты на конференцию SE 2017. Software Engineering Conference. Вот, держите. АПЛОДИСМЕНТЫ И, возможно, даже вы создадите продолжу дальше работу над этим проектом при поддержке кого? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кто хочет фотографироваться? Друзья, где-то родные. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Саша, давай. Ты же тоже начинал с нами. А что вы можете видеть для него, что вы хотите сделать? Конечно. Так, еще. Три-четыре. Еще раз. Давайте все. Да, да. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты что сидишь? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, ну и, конечно же, все заслуживают нафоточку, поэтому приглашаем в следующую команду NewFolder6. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. И команда Тучинь. Собственно, сам. Да, второй участник, насколько я понимаю, сейчас в Харькове. И он дистанционно подел решение. За что тоже респект. И хотелось бы сказать, что дальше. Я вот в начале Хакатона объявлял о том, что моя цель, мотивация, это не просто какой-то фан. И хотелось бы создать какие-то интересные, успешные истории из этого Хакатона. Чтобы Аин писал не о том, как кто-то из Uber уволился, а как чуваки пришли на Хакатон, сделали какой-то сайт-проект, запустили его на Product Hunt и успешно его развивали. Вот. Потому со стороны коллаба мы готовы поддерживать этот проект и конкретно выделить тысячу долларов на маркетинг этого продукта. По вопросу, что это за продукт, я бы так сказал, что вот эти все три команды, они решали проблему с разных сторон. В идеале хотелось бы, чтобы эти три команды посмотрели на то, что вот каждый из них делал и попробовали соединить свои ресурсы, свое видение и решить эту задачу полностью. сделать какой-то продукт, в который мы в дальнейшем, возможно, инвестируем. Если придет эта команда, даже пусть это будет 10 человек, 15 человек. Если вы создадите реальный проект, которым начнут пользоваться Project Manager, мы будем его помогать развивать. вот. Спасибо. Реальные возможности подъехать. Тут уже все, 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 что можно, все служило, звезды. И наш генеральный партнер Хаксус. Александр Расказов. Вам длинную нудную речь или короткую нудную речь? Я хочу, во-первых, выразить огромную благодарность всем командам и от нас. Отдельная благодарность тем командам, которые взялись решать вот так вот спонтанно задачки, сами себе их нашли, сами себе решили задачки в сфере здоровья и медицины. Мне кажется, это огромный рынок, который все еще нуждается в жесточайшей дигитализации. И там, как вы, наверное, увидели за эти выходные, кроется огромное количество возможностей. Команде 1Б хочется пожелать, чтобы они не забросили эту тему. Они сказали, что у них там не получилось немножко. Но мне кажется, это интересное направление, в котором есть смысл поработать, покопать, прежде всего, что есть уже на рынке из подобных решений. Если помните, решение для людей старшего поколения. То есть трекинг через акселерометр. Хочется выразить респект ребятам, которые из шестой команды, которые взялись делать решения с языками. Их все практиковали. Они уперлись, разобрались в теме и уже показали какую-то интересную концепцию, с которой можно дальше работать. Если туда привлечь медиков, это можно разбираться, делать хороший продукт. Телеграм-бот. Классное решение. Легкое, понятное. Вообще, для Хакатона то, что нужно. Конечно, не хватило, если то, что нужно, сразу можно показать, потрогать, потрогать. Конечно, не хватило, наверное, какой-то тяжеловесности, которая обеспечивается данными. И этого, наверное, сложно было ожидать от Хакатона. Очень интересная тема про Mental Health Chatbot. Если в этом что-то есть, если у вас получится реализовать технологию, сделать такого бота, который может подбирать правильные слова в нужный момент, это будет очень круто, это будет востребовано. Одиннадцатая команда интересна тем, что тоже разобрались. Сделали законченную картинку. Конечно, в теме нужно еще много погружаться, сменять на потребность конкретных врачей. Четырнадцатое. Анализ переломов. Тоже, ребята, молодцы. Можно было больше снимков использовать, вручную пособирать датасет. Но, в общем-то, интересная тема. Если у вас получится решить задачу, на которой вы изначально работали, отличать вылихи от переломов, будет здорово, русские вводы. И, как бы, One Man Show, семнадцатая команда, микродвижение по мотивам статьи MIT. Очень интересно. Мне кажется, что, несмотря на то, что, может быть, подход реализован и описан, но его применение в каких-то конкретных новых, в каких-то конкретных сферах, там, от безопасности, там, то, чего-то еще, будет очень интересно. Вот. Интригу немножко потянули. Как бы все молодцы, но кто же молодец? Мы, на самом деле, с коллегами из Минска тоже между собой обсуждали каждую команду, сомневались и, в общем-то, естественно, привлекли помощь зала. Все менты, которые здесь присутствовали, поучаствовали в нашем голосовании. И есть свидетели. Значит, и Богдан демонстрировал. Значит, куда я? А, куда я? Значит, собственно, победителей у нас получилось два. И, вот, да, поаплодируйте. Они делят между собой вот такой вот сертификат на две бутыли воды с, как это, с сюрпризом, да? То есть все, что обещали, все на месте. Итак, команды под номерами 6 и 8. Это Топчик Тим и Юлия Сабили. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что там? Вот, давай, сейчас куда? Да, уже не прилагается. Да, я не стал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, спасибо вам большое. Это касается всех команд. Если будете проект развивать, пишите. Все контакты публичные, либо через Дарио. Поможем, подскажем, будем наблюдать. И если вы захотите заниматься, то обязательно найдем какие-то варианты, как вам помочь. Спасибо. Еще раз большое спасибо всем участникам. Весь этот замечательный хакатон состоялся в первую очередь благодаря вам. И благодаря тому, что вы усиленно работали и даже оставались на ночь. И это очень впечатляет. И, в общем, если вы с таким же напорством будете работать над какой-либо вообще задачей, я уверена, что вы и успеете. И если, как уже говорили ранее, потратите чуть большее количество времени, то вы просто обязаны стать победителем вообще в бизнесе и по жизни. Так что, вообще, молодцы. И еще огромное-огромное спасибо менторам, которые выделили свой выходной день для того, чтобы прийти, помочь, поддержать участников, дать свой дельный совет. И мне кажется, что без менторов, наверное, получилось бы совсем не так. И вклад менторов действительно очень большой. Ну и еще раз огромная благодарность Факсус за то, что поддерживаете развитие искусственного интеллекта, поддерживаете участников. Огромное спасибо Коаб за то, что готовы инвестировать, готовы действительно создать настоящий стартап. И огромное спасибо Vodafone за поддержку, а также Triangu за то, что благодаря вам участники смогли работать с большими данными. И без этого некоторые команды вообще, наверное, не смогли ничего сделать. Так что еще раз огромное благодарность. И, конечно же, еще огромнейшая благодарность это Unit Factory. Вот эта замечательная локация, в которой мы проводим наш Хакатон. Это уникальная школа, которая позволяет научиться программированию без учителей. Просто уникальная методика. Это совершенно инновационный проект, который находится в первом украинском технопарке Unit. И это здорово, что у нас в стране появляются такие уникальные вещи, проекты. И, в общем, огромное спасибо Unit. А сейчас мы обещали вам розыгрыш билетов после бичей. И, собственно, теперь передаю слово Саша. Спасибо большое. Мы решили вас не задерживать сейчас. Мы буквально через секунду опубликуем пост в группе... Уже опубликуяли. Супер. ...пост в группе ивента iBooster, правильно? И, соответственно, там нужно всего лишь поставить плюсик под самим ивентом. Напоминаю, что ивент состоится 3 октября в компании DataArt. В компании Skywalker. Будет он посвящен специфике специальности DevOps и тому, как развивать карьеру в этой стезе. Так что приглашаем вас к розыгрышу. И у нас будет 3 билета. Завтра утром в 11 утра мы объявим, кто же их получит. Спасибо. Спасибо.